я вас приветствую почему люди не понимают друг друг на этот вопрос я попытаюсь дать ответы вместе с вами опираясь на теорию коммуникаций и на ту уже достаточно обширную практику риторических мастерских которые я веду эта дисциплина научная теория коммуникации является ответвлением в частности от философии языка непонимание это болезнь такая социальная болезнь потому что за словом непонимания как правило стоит непринятие другого человека а за неприятием другого человека стоит дисгармония и мир мир дисгармоничен при том что люди вот сегодня воспитаны образованы так что все являются практически все являются гуманистами то есть разделяют общую идеологию и тем не менее гармонии не наступает почему это актуальный вопрос некоторое время назад когда я ехал на лекцию посвященную также пониманию я был свидетелем следующего разговора пассажира и кондуктор пассажир дал 50 рублей и кондуктор веселая видимо коммуникабельная женщина давай ему сдачу сказала вот вам 30 рублей я вас не обсчитала ведь сегодня воскресенье не понял сказал пассажир я поймал себя на мысли что я тоже не понял я понял два предложения а последнее не понял то что она констатировала факт что она не обсчитала еще было как-то понятно но почему зачем из какого мира прозвучало предложения ведь сегодня воскресенье я не знаю понятно ли вам логика этой женщины этого коммуникатора мне они мне она непонятно до сих пор хотя понятно что можно применить какие-то интерпретационные модели и попытаться понять так что же такое понимание понимание это коммуникационный акт когда поступающие когда поступающий извне текст декодируется и превращается в информацию что такое информация информация это мера определенности такие порции определенности которые поступают в систему вообще человек легко понимает автоматически понимает например этот пассажир и я мы поняли что мы не поняли и и когда я там допустим говорим сейчас здравствуйте проходить и когда он сейчас говорю и лохме тэйман я вова к душ михар парам декелату мало хоррец возможно вы не понимаете всех смыслов но я почти уверен нет я определенно уверен что вы поняли что вы не поняли но ведь это тоже понимание то есть акт понимания автоматически происходит дело в том что человеческое существо прошито потребностью понимать так устроена психика когда человек не понимает ему страшно ему тревожно поэтому есть программа понять например что ты не понимаешь но когда мы говорим проблема понимания мы как правило говорим об адекватном понимать что же такое адекватное понимание адекватное понимание это не только восприятие информации которая дает определенность человеку потому что это мера определенности но еще и наделение текста смыслом который позволяет расположить в имеющейся системе координат ту информацию которая приходит извне информация всегда приходит извне даже в случае когда человек не понимает сам себя в этом случае он раздваивается и все равно есть воспринимающие устройства и передающие устройства если человек не понимает сам себя все равно к нему информация поступает извне от его второго я от альтер эго так вот адекватное понимание это когда не только информация заходит потому что обращаю ваше внимание информация может не зайти например звукопередающие устройства испускает такие волны которые не воспринимаются человеческим ухом и тогда нет информации нет ничего вернее информация то есть но она информация для какого-то другого воспринимающего устройства а для человеческого уха как бы ничего нет хотя волны есть так вот если информация все же заходит виде волн либо звуковых либо цветовых вообще ваше внимание что есть разные формы текстов аудиальные визуальные назальные запахи тоже понимаются кстати на примере запахов можно сказать что уж такое адекватное понимание адекватное понимание это такое понимание которое позволяет расположить поступающую внутрь информацию в системе своих координат непротиворечиво ну например поступает какой-то запах и система идентификации запахов которые находятся в сознании начинает гадать что это вдруг происходит опознавание это запах сероводорода тухих яиц но может и не произойти от опознания запаха потому что нету в матрице нет этого запаха которую с которым сличается поступающий запах точно так же как язык устроен нужно чтобы был лексический запас знание грамматики и тогда происходит сличение и осознание того что говорится и так возьмем ситуацию когда люди разговаривают на одном национальном языке когда они не употребляют специальных терминов то есть говорят на одном социалекте что есть еще социалекте язык национальная 1 но там узкопрофессиональный язык или жаргон говорят на одном социалекте и все же не понимают друг друга то есть не происходит адекватного подсоединения к собеседнику потому что адекватное подсоединение производит такое чудо такая магия два разных мира становится общим и вот в русском языке есть этот синоним коммуникации общение то есть возникает общий мир как говорит аристотель когда мы спим мы каждый находимся в своем мире мы все разъединены своих мирах я не беру сейчас феномен управляемых и коллективных сновидений а когда мы просыпаемся говорит аристотель у нас во всяком случае есть серьезные шансы оказаться в общем мире благодаря чему скажите пожалуйста язык благодаря языку но что такое язык язык это логическая система благодаря логике определенной какая логика ну а во многом это формальная логика вот языки опираются на формальную логику не только на формальную но опираясь на формальную логику мы можем понять друг друга более или менее адекватно вот еще один пример когда люди не понимают друг друга это очень частый пример это пример очень частых отношения отношения детей и взрослых я пришел бассейн плаваю бассейне и туда пришла с маленьким мальчиком то ли мама то ли бабушка сейчас не очень поймешь и вот она спустилась в ванну бассейна маленький мальчик дошкольник остался на бортике и она говорит ему следующее миша не бойся воды прыгай он я отвечает я воды не боюсь я утонуть боюсь подплывает тренер которого они наняли и говорит не бойся миша утонуть у тебя получится прыгай доверчивый миша прыгает в бассейн идет ко дну ну тренер его подхватывает все рассчитано и вынурнув через секунду из воды говорит ему вот видишь у тебя получается на что миша спокойно так отфыркиваясь говорит ему у меня не получается что они делают взрослые они угут давайте называть вещи своими именами они угут причем они даже сами не знают это а что значит луга то значит использовать ложные высказывания вернее ложные пресуппозиции ложные мировоззренческие установки на которые они опираются порождают такой текст не бойся воды и вот мальчик у которого еще нет этих стереотипных высказываний смотрит на мир пока еще незамутненными глазами формальной логики а формальная логика что говорит мой коммуникатор предполагает что я боюсь воды думаете миша какой странный человек моя мама или бабушка на каком вообще основании она предполагает что я боюсь воды но мама то или бабушка опираются на эту мировоззренческую установку которая гласит что они должны мотивировать с помощью вот с помощью чего получается с помощью при украшивании действительности что они наоборот при каком-то затемнении действительности то есть миша не боится вода ему говорят миша ты наверное воды боишься но он не боится воды и когда он прыгает и видит что у него не получается а тренер говорит ему что у него получается у него тоже возникает противоречие но миша не впадает в когнитивный диссонанс как мы с пассажиром при коммуникации с кондуктором когнитивный диссонанс это когда мы не понимаем и у нас ступор такой наступает у миши пока не наступает ступор он просто констатирует как она есть на самом деле что воды он не боится он боится утонуть и он и у него не получается почему люди не понимают друг друга первый случай потому что вы или ваши собеседники нелогичны но вообще-то все логичны когда мы говорим нелогичными говорим о том что эти логики не совпадают потому что то как действовал мама и тренер там была какая-то своя логика благих намерений да нужно как-то стимулировать мишу они просто не предположили что миша обманом не стимулируется он стимулируется правдой когда тренер ему сказал прыгайте а получится я думаю он воспринял это за чистую монету но в этот же момент он столкнулся с этой драмой если не трагедией драмой которая написано было в катехизисе пифагорейцев катехизисе пифагорейцев есть такой пункт нами установлена одна лишь достоверная истина люди угут люди угут то есть обманывают почему не со зла зло является не со зла потому что ложь все это форма зла логического до из благих намерений там есть какая-то логика логика воспитания видимо логика мотивирования но есть вот логика не захватывающая психологию формальная логика и я построю презентацию так что даю лайфхаки вот первый раздался смех не знаю чего от тяжести или от легкости этого совета если от легкости это самонадеян быть логичным не так уж просто хотя не так уж сложно как быть логичным вы считываете буквально информацию потом только обрабатываете ее как более сложно например совет детям младшего возраста если вы заходите в класс и забыли при этом портфель и учительница спрашивает вас где где твой портфель а вы говорите я забыл его дома и после этого следует стереотипная фраза а голову ты дома не забыл то ответ логически очень простой дайте этот ответ нет или когда начальник это как взрослым говорит вам ты что хочешь чтобы мы тебя уволили ответ очень простой какой нет ты что издеваешься надо мной ответ тоже очень простой нет ты что не понимаешь что я тебе говорю и здесь ответ очень простой если вы находитесь в правде какой ответ нет иван иванович объясните пожалуйста потому что я обрабатываю информацию буквально ты хочешь чтобы мы тебя уволили о чем этот вопрос этот вопрос о моем желании желаю ли я чтобы быть увольным нет ты издеваешься о чем этот вопрос этот вопрос о моем поведении о модусе моего поведения нахожусь ли я в режиме издевательства по отношению к своему визави контрагенту говоря простыми русскими словами или собеседнику или нет нет конечно это может вызвать еще больший конфликт нежели бы вы впали в такую же нелогичность но за все нужно платить однако бонусом является бонусом того что вы находитесь формально логических отношениях с текстом является следующее вы минимизируете шансы запутаться врать не нужно по одной простой причине очень легко запутаться но запутавшись запутается жизнь а запутанная жизнь это как продираться сквозь шиповник терновник можно очень сильно пораниться а поранившись испугаться и вообще застыть и не двигаться больше а зализовать раны конечно можно обвинять лес что он вырастил этот шиповник но зачем ты туда полез ходи по тропинкам по тропинкам логики они иногда исчезают но не ходи туда ну или как-то действуй секатором договаривайся следующие причина вас не понимают потому что вы жадные вы хотите в определенную единицу времени в этот пакет информационный втолкнуть много букв много слов по разным причинам люди это делают да но одна самая распространенная причина изнутри есть какое-то очень серьезное давление человек куда-то торопится он хочет сказать больше чем нужно почему я думал отчасти потому что он не уверен вообще что его поймут есть ложная пресуппозиция то есть установка том что чем больше слов тем понятнее все прямо наоборот как это преодолеть чтобы вас хорошо поняла ваша аудитория вашей фразе должно быть не более 13 слов в этой фразе больше 13 слов это плохая фраза андрей плохо сделал но есть вариант это улучшить отредактировать дайте правил следую чтобы вас хорошо поняли вашей фразе должно быть не более 13 слов здесь 13 слов потеряно ли что-то нет смысл остался но и дальше можно редактировать скажите что убрать чтобы без потери смысла чтобы вас поняли что может быть что то еще вашей ну вот один из вариантов вашей фразе должно быть не более 13 слов смысл остался что на ваших изумленных глазах я продемонстрировал магию редактуры редактуры опирающийся на один только принцип сокращение сокращайте попробуйте вам понравится я помню как ты я написал в соцсети своему студенту просьбу чтобы он завтра подошел к аудитории она выглядела так а я написал артем пожалуйста завтра подойдите к аудитории там 406 а и скажите публике которая там собралась чтобы они подождали 15 минут был уже за полночь а артема видимо пробила на правду и он написал мне коротко не надо так андрей меня это заинтересовало я как раз готовил эту презентацию я подумал ведь он выразился коротко и ясно а достаточно ли коротко выразился я посмотрев на свой текст я ужаснулся но я решил делегировать ему эту работу я написал ему напишите мне как нужно завтра ты подойдешь к аудитории и скажешь преподаватель будет на 15 минут позже здорово правда что-то сопротивляется может быть это невежливо но какую задачу ты решаешь вежливости или доведение сообщения да 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 адресата а вот как бы и вежливо и довести до адресата но сам адресат считает что это плохо вежливость требует слов поэтому хорошо бы иметь в запасе модельный вариант без наворотов без вежливости и так далее а дальше вы уже корректируете в зависимости от дополнительных задач перед вами которые стоят вежливость но прибавьте слова пожалуйста в принципе можно позже тире то написать да опять же это вызывает смех может быть этот телеграфный стиль который сейчас в общем-то в ходу кажется излишним да нет это красиво как красиво ответили спартанцы александр македонскому знаете эту историю когда александр македонский подошел к спарте да я сейчас расскажу для тех кто не знает подошел к спарте это в лаконии отсюда слова конечность и написал что если вы не откроете сами ворота своего города то вам будет и там долгое перечисление того что им будет а нет заинтересно если я сам ворвусь они вы мне откроете ворота в город то вам будет вот тот и тот пришел короткий ответ по-английски из двух букв да и если красиво нам случае моей задачей было как бы показать эстетику этих коротких сообщений но это еще и понятно на понятность работает потому что эти нам нужно обрабатывать количество информации ведь поступающей до лишние фразы это лишняя информация а человек существо конечное ограничены раз почему вас не понимают еще потому что слишком кратки что это значит это значит вы изымаете некоторые слова которые я ему изымать не нужно это слова несущие части смысла при изъятии которых деформируется общий смысл как это преодолеть не злоупотребляйте эллипсисами и интимемами вот такие два простых слов поднять руку кто знает что такое эллипсис 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 хорошо тогда редкий случай когда можно так дешево и легко взяв из интернета дать новое и очень нужное знание эллипсис стилистическая фигура состоящий в намеренном пропуске какого-либо члена предложения который подразумевается из контекста татьяна в лес медведь за ней это понятно да но люди иногда говорят так татьяна в лес что татьяна в лес я я не я не что ты не или классический для меня случай когда мой знакомый который очень экономит на словах подходит ко мне в магазине оказывает бутылочку йогурта и говорит мне содержится и вы андрей что что ты хочешь сказать содержится я начинаю читать знаю что он про принципиальный противник гмл и вижу что там содержится гмл и таким образом восстанавливаю контекст и понимаю его конечно если вы хотите чтобы работали другие над пониманием можете этим заниматься но не все такие добрые но не всегда есть время и не все такие настойчивые поэтому не экономить также есть еще одна фигура это энтимема сокращенно ему заключение в котором в явной форме не выражена посылка работа не волк в лес не убежит люди должны опираться на следующую информацию что все что убегает в лес это волк да а работа это не волк и тогда это более менее понятно но иностранцам непонятно у которых уже допустим какие-то другие пресуппозиции могут быть но непонятно и соотечественникам может быть если вы не выявляете вот тех оснований на которые опираетесь при речи ну здесь все просто вас не понимают потому что вы слишком быстро говорить очень слишком быстро говорить и никто и поднимение не понимаю как правило теряется и посылы все остальное бене говорил мало но он говорил смачно пишет бабе да бене это бандит бандит не может себе позволить невлиятельной речь так вот если вы говорите медленно и дело конечно не в медленность а в паузах которые вы делаете это повышает значимость речи а значит заставляет собеседника подтягивать дополнительную энергию концентрироваться потому что если это значимо тогда это начинает обрабатываться лучше поэтому говорите медленнее средний по среднего по больнице темпа и такой простой дешевый прием позволит вам чисто механически усилить значимость вами сказанного поэтому делайте паузы произнесенные без паузы 56 секунд фраза не воспринимается то есть не больше пяти шести секунд потом пауза вас не понимают потому что вы гениальны или если без кавычек вычурный есть такой склад людей комплекс гения у них они интересничают причем на автомате уж интересно это вообще-то очень частый случай это понимаю отчасти это заставляет делать капиталистическая система человек как бы все время ходит продавая себя продавая по современному то есть с помощью каких-то оберток каких-то заманух этими заманухами является неясность речи знаете может быть это работает но если вы хотите ясности перестаньте быть инштейном поймите одну простую вещь ты не инштейн или даже если ты инштейн ну или гений какой-нибудь ван гог то это не время сейчас проявлять свою ненормальность поэтому рекомендация такая задайте себе вопрос а понял бы меня ребенок или бабушку подъезд вот то что я говорю если поп пони поймет тогда вы говорите правильно девочка как тебя зовут как пираника граника ты понимаешь что я говорю вероника меня зовут андрей ты понимаешь это вероника я хочу чтобы эти люди поняли друг друга ты понимаешь это вот вероника отчасти меня понимает вероника параллель франце но это так просто в общем то можно предположить когда вероника поймет а когда не поймет вероника скажи ты знаешь что такое единство трансцендентальная перцепции а я мог бы предположить это но например не сделал этого труда предположите подумайте о людях подумайте о них как о веронике которая логично она способна понять она освоила русский язык сам сам в самой основе этого языка грамматики логики у нее есть какой-то синтаксический вернее у нее есть какой-то лексический запас да но подумайте сколько этого запаса и как-то проконтролируйте себя ну и наконец вас не понимают потому что мы нечего понимать поговорите такие банальности а люди устали от хождения по кругу от этого дня сурка от этой шелухи и слов что они не инвестируют в понимание поэт вы не интересны поэтому сделайте усилия посмотрите тоже на то что вы хотите сейчас сказать а есть там вообще идея какая-то или так называемая фаотическая коммуникация интер пассивность то есть просто поддержание коммуникации есть такие эхотехники вот меня один мой знакомый рассказал про другого своего знакомого он тотально пользуется эхотехниками выглядит это примерно так встречаются с ним он так интер пассивность проявляет как бы приглашает к речи но ничего не говорит и тогда ему собеседник говорит ну вот я был на конференции о ты был на конференции ну вообще-то мне не очень понравилось тебе не понравилось тебе не понравилось ну там какие-то были скучные доклад доклады скучный доклад знаете вообще-то работает какое-то время но это то что называется фатика то что называется интер пассивность и имеет достаточно узкое применение поэтому хочется сказать не надо так не надо так если вы встречаетесь собеседником поговорить а не поболтать ну и наконец универсальная отмычка что же делать читайте умные книги общайтесь с умными людьми такими как я спасибо